Отконтактировать всегда можно с человеком. Есть три стадии контакта. Первая стадия в сердце. То есть ты начинаешь молитву, и у тебя в сердце появляется спокойствие и доброта по отношению к человеку. Сейчас у вас сердце по отношению к человеку надлом и отчаяние. А ушел из жизни, имеется в виду? Ушел из отношений. Надлом и отчаяние сейчас. Не можете контактировать. Потому что у вас сердце не готово. Сначала молитва, духовная жизнь, и вы почувствуете спокойствие в своем сердце. Это первая стадия контакта. Как только у вас спокойствие в сердце началось, между вами включается дальше нить. Она не была и до этого, но она начинает работать. Потому что пока у вас сердце не примет все, что произошло, неспокойно будет. А для того, чтобы было спокойно, вам надо на природу к добрым друзьям и в храм, потому что вы истощены сейчас. Вы не сможете успокоиться. Истощение. Когда вы наполнились, вы можете простить человеку, потому что вы наполнились. А дальше, когда вы простили, следующая стадия. Вы можете писать ему смс, там хорошие добрые слова, или передавать через друзей ему привет. Но это не сработает, потому что у вас в сердце нет спокойствия. Добрые слова от доброго сердца должны идти. Если сердце, между сердцами связь, слова не работают, работают сердца. Если ваше сердце по-доброму к нему относится, он услышит. А если нет, тогда наполняйтесь. Сначала маску одеваем на себя, потом на человека. Закон всегда так работает, по-другому никак. Вы слышали, что она сказала? В какой-то момент за три дня сжиг и ушел. Что это значит? Наступил плохой период. Все, больше ничего не значит. Если вы будете думать, что он вас предал, вы разрушите свою жизнь. Наступил плохой период. Ничему не удивляйтесь. Плохой период всегда вызывает ощущение предательства. Я вам говорил на этой лекции уже об этом. Проглотите это. Отдышитесь. Найдите природу, добрых людей, храм. Потом придите в себя, простите человеку, и вы пройдете первую стадию. 33% побед над судьбой. Дальше будет вторая стадия, еще 33%. Означает ниточку очищать между мной и тобой. Вторая стадия пройдет. Вы сможете легко общаться уже друг с другом, но он еще не вернется. На третьей стадии его сердце поменяется. И он вернется. Это будет чудо. И это чудо будет возникнуть из-за вашего труда над отношениями. Ничего не надо доказывать. Невозможно. Близкие отношения не способны слушать демагогию. Не обижайте любимых. Упреки означают доказательства. Не надо воспитывать близкого человека. Невозможно. Очень ранимые наши любимые. Очень ранимые. Невозможно доказать ничего. Только добротой. Только принятием можно поменять близкого человека. Больше нет способа. Это означает, что связь есть. Помнить надо об этом ради высокой любви. Помнить надо всегда. Предал, не предал, связь есть. Плохо себя повел, хорошо, связь есть. Все это действия судьбы. Дальше что надо? Прийти в себя, сердце свое наладить, наполнить. Это уже 30% повел на судьбу. И дальше связь. Нить очищать. Нить очищать. Значит, отношения. СМСки писать. Он не будет откликаться никак. Все равно пиши. Очищай нить. Ты когда кухню моешь, не ожидаешь, что она сразу будет чистой. Сильно закоптела. Моешь и моешь. Знаешь, что отмоется все равно. Так и здесь тоже. Пиши. Звони. Там еще что-то. Не можешь звонить. Пиши. Делай все последовательно. Не можешь писать. Желай счастья ему, сердце. Желался счастья. Лучше стало нить. Чувствуешь хорошее чувство. Раньше даже думать о нем не могла. Теперь могу. Пиши СМСки. СМСки уже хорошо. Можно позвонить. Не говори ни о чем серьезном. Говори о солнышке. Есть ниточка. Работает. Она чистая достаточно. Радость о встрече. Значит, уже второй период. Уже неплохо. На третьем судьба, значит, действует только и все. Значит, все нормально. Срок надо ставить. Если человек развелся, уже с вами не живет. У него там другая жена, дети. Поставьте срок какой-то. Если прошел срок, он не возвращается. Значит, все. Но надо потрудиться сначала. Если судьба может разрушить отношения со всем. Судьба может совсем отношения разрушить. Вообще. Может убить человека даже. И вы пробуйте свои силы. Если у вас сил много, вы вернете человека. Нет, значит, судьба победила. Не вы. Тренируйтесь. Если этот человек не вернется, вы с судьбой трудите. Значит, другой будет. Если в отношениях есть совесть, не бросят. А если нет совести, сделайте, чтобы была. Когда человек бросает, надо молиться Богу, чтобы связь с ним установилась. Потому что только Бог здесь поможет. Без совести никто не поможет.